Как правильно отдыхать после тренировки? Правильное восстановление после физической активности оказывает большое влияние на результаты занятий. Именно поэтому период отдыха важнейшая часть грамотно построенной программы тренировок. К сожалению, многие новички уделяют большое внимание выполнению упражнений, а сбалансировать отдых после тренировки забывают. Почему период восстановления так важен? Человеческие мышцы нуждаются в отдыхе, так как при серьезной нагрузке мышечная ткань получает множество микротравм и теряет запас гликогена, глюкозы, необходимой для питания. Период восстановления занимает от 24 до 48 часов. Вот почему профессиональные атлеты не нагружают одни и те же группы мышц 2 дня подряд. Как быстрее восстановиться после тренировки? Первое. Избежать перетренированности. Грамотное планирование тренировок – самый простой путь к быстрому восстановлению. Чрезмерная нагрузка и отсутствие отдыха снижают эффективность физических упражнений и отодвигают желаемый результат. Второе. Остыть. Охлаждение или заминка – это снижение темпа тренировки, но не полное ее прекращение. Продолжайте двигаться с низкой интенсивностью 5-10 минут. Это поможет удалить молочную кислоту из мышц и снимет напряжение. Помните, что разминка и охлаждение – совершенно необходимый этап тренировки при низких температурах. Он особенно важен, если в день предполагается несколько период физической активности. После интенсивной тренировки сделайте несколько упражнений на растяжку. Это простой и быстрый способ помочь мышцам в восстановлении. Номер три. Восполнить потерю жидкости. Во время физической нагрузки человек теряет много жидкости. В идеале эти запасы следует пополнять во время тренировки. Если такой возможности нет, обязательно пейте после. Обычно чистая вода поддерживает нормальный обмен веществ в организме и ускоряет его восстановление. Номер четыре. Поесть. Отличная новость для тех, кто худеет. Упражнения истощают запасы энергии. Однако, если эти запасы пополнять недостаточно, организм начнет экономить энергию и сил на следующую тренировку может не хватить. Наилучший вариант – это блюда из высококачественного белка и сложных углеводов через час-полтора после тренировки. Номер пять. Сделать массаж. Легкие расслабляющие массажные движения улучшают кровообращение, а значит и транспорт питательных веществ по всему телу. Это помогает мышцам восстановиться и заправиться гораздо быстрее. Научитесь делать массаж самостоятельно. Это позволит здорово сэкономить. Номер шесть. Принять контрастный душ. Все стенки сосудов сжимаются под воздействием холода и расширяются под воздействием тепла, улучшая кровообращение во всем теле. Контрастный душ не только снимает болезненные ощущения в мышцах, но и улучшает эластичность сосудистых стенок. Номер семь. Высыпаться. Человеческое тело обладает удивительной способностью заботиться о себе, если ему не мешать. Так, например, во время сна организм вырабатывает гормон роста, который в значительной степени отвечает за восстановление и рост тканей. После тренировки ложитесь спать пораньше. Позвольте себе потянуться и понежиться в кровати перед сном. Почитайте на ночь хорошую книгу. Главное, не засиживайтесь допоздна за просмотром телевизора. Самое важное, не поддавайтесь соблазну форсировать события и не пренебрегайте периодами отдыха после тренировок. Они приближают вас к достижению поставленной цели. Если вы чувствуете боль, усталость или замечаете снижение производительности на тренировке, сделайте перерыв и дайте своему телу восстановиться. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех тем при выходе нового видео. Всех обнял, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok